Благословен Господь, что хочу сказать. Вы на верном пути. Очень хороший у вас хор. Я посмотрел, крепкий фундамент церкви, который укрепляется больше и больше. И смотрю, так, сестричек молодых больше, значит, у молодых братиков будет выбор больше. Это тоже хорошо. Потому что мы знаем, когда выбора нету, это тоже печально. Я думаю, вы наблюдаете. Особенно деревенские церкви, деревни, которые вымирают, где нет выбора. И как нам бы не было печально, мы знаем, что у таких церквей нет будущего. Но в вашей церкви большое будущее. Слава Богу. Хотел бы пару слов еще добавить по поводу свидетельства нашей сестры Лены. Что меня впечатлило? Может быть, она не все рассказала или бегло рассказала. Она волнуется очень. Что меня там впечатлило, пребывая там? Это первое, конечно, впечатлило. Очень сильно идолопоклонство. Нам, братья и сестры, с нашим мировзглядом и менталитетом нам этого не понять. Просто на каждом шагу, на каждом углу. С дома вышел забор. Заборы все бетонные, большие. Везде собаки. Где-то в стене что-то сделано бетоном. Выступает как подобие какой-то собачьей будки. Какая-то дырочка. Что-то там дымит. Тут же стоит какой-то монах. Там у него купил лепесточков. Там этим богам посыпал. Кого-то погладил. Где-то почем там. И уже все. Ты благословен. Все хорошо. И люди в этой надежде живут. И там Лена говорила, около, наверное, 33 миллиона богов насчитывают у них в Непале. То есть они поклоняются всему, чего можно только. Но только не Богу. Поэтому, видя это, это очень впечатляет, конечно, что мы живем в своей культуре, в своей истории. И кажется, такого даже нигде, может быть, и нету. Однако это есть сегодня. И там не то, что где-то по деревням. Это в центре города. Это есть везде. Зашли на центральную площадь. Там кто знает, какие резкие, обнаженных людей, каких-то органов, которым поклоняются. Это просто даже страшно смотреть кое-где. Но это есть. И мы знаем, что Христос сказал, и будет проповедана Евангелие по всему миру. И тогда придет конец. И поэтому участвовать в этом приятно и хорошо. Второе, что впечатлило, это горы. Нам тоже не совсем, может быть, понятно, что такое сильные горы. Это везде горы. Это мы просто... Что такое идти в гору? Может, кто-то знает, еще с грузом каким-то. Это очень тяжело. А под гору спускаться вниз, это еще тяжелее, потому что надо себя сдерживать. Мы с Леонидом Беряковым ходили. Я там очень много мопедов. Я почему-то такая ассоциация, что я говорю, наша сестра Лена, она в гору идет, как на мопеде, а мы где-то сзади. Хотя это очень тяжело. Она маленькая, хрупкая, но для нее это настолько уже привычно, для нас нет. Там даже, когда в аэропорт садились, такие сильные горы, что самолет идет ниже облаков, а облака выше... Горы выше облаков, самолет идет по коридорам, чуть ли не доставая этих гор, при этом поворачивая, заходя, и там единственный международный аэропорт, в который допускаются, можно сказать, единицы пилотов, которые могут посадить самолет и взлететь, потому что взлет тоже... Вот это равнина в столице. Самолет взлетает тоже практически вертикально, потому что спереди огромная скала стоит. Любая ошибка, любой испуг, это стоит... Катастрофы. Там и были катастрофы, я думаю, кто-то, может, наблюдает за этим, видит. Но сестра Лена наша справляется уже долгое время, и что хочу еще сказать, что, может быть, кто-то хочет потрудиться в этом деле, в миссионерстве, или какой-то брат в душе чувствует себя миссионером, есть такая возможность. У нас сестра Лена, она холостячка, поэтому можно этот вопрос так же решить, и у нас уже будет два миссионера в Непале. Поэтому, если что, обращайтесь. Это все можно продумать. Хочу прочитать место Священного Писания, которое записано от Матфея, 19-я глава, со второй половины 17-го стиха и ниже. Слова Христа. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит Ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай Отца и Мать и возлюби ближнего Твоего, как самого себя. Юноша говорит Ему, все это сохранил Я от юности Моей, чего еще не достает Мне. И Иисус сказал Ему, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение Твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мной. Услышав слово себе, юноша отошел и с печалью, потому что у него было большое имение. Слова Иисуса Христа, которые мы все знаем. Юноша подошел, задал Христу вопрос, что спастись нужно? Можно сказать, пол жизни от юности, хотя он был молодой человек от юности, соблюдал заповеди и говорит, что нужно спастись? Он говорит, хочешь быть совершенным? Продавай, приходи. Однако юноша опечалился, и нам порой кажется, ну, я бы пошел за Христом, хотя, если вникнуть в нашу жизнь, она, может быть, ничем не отличается от того времени и сейчас. И, казалось бы, Христос Ему ответил так просто. Какие же заповеди соблюсти? Христос не сказал Ему первую заповедь, что возлюби Господа Бога твоему всем сердцем, всем разумением. Он просто Ему сказал, не убивай. Казалось бы, так просто. Я думаю, что у большинства людей на земле или у нас здесь даже мысли, может, не было когда-нибудь кого-то убить. Или, ну, то есть, фактически в наше время это в нашей церкви, в вашей церкви, это исключено. Проблемы нет в эту заповедь исполнить. Вторая заповедь – не прелюбодействуй. Тоже эта заповедь, кажется, ну, может, для кого как. Кто-то, может быть, с одной стороны, тяжело в этот грех впасть, если ты где-то на небитаемом острове или ты в вымирающей деревне. Вот. Потому что нет такой возможности. Но если ты живешь где-то в городе или ты уехал жить в Нью-Йорк или еще куда-то, и никто за тобой не смотрит, и никто тебя не видит, и тут проявляется твоя внутренность, твое сердце. Если это в сердце было, без разницы, что ты жил в деревне, без разницы, что там не было возможностей, оно в сердце, как Христос когда-то сказал. Если посмотрел с вожделением, что-то в сердце произошло, и кто-то, может, думает, у меня такого не было, или это не случилось, но, может быть, какие-то люди, мы знаем, даже уезжают с глубоких сел и попадают в большую цивилизацию, и мы слышим, и наблюдаются такие грехи, присутствуют. Чего также не должно присутствовать в нашей жизни. На что? Очень важно, на что заострил внимание Христос. Не прелюбодействуй. Не кради. По большому счету сказать, это тоже отсутствует в нашей жизни среди нас. Я не думаю, что есть какие-то воры. Но если об этом тоже подумать глубже, ну, хорошо, когда я имею свое хозяйство, на меня работают какие-то люди, я чем-то управляю, ну, и мне нечего украсть, только если самому у себя. А люди, которые у меня работают, они считают, что зарплата маленькая, они считают, что не вымокли сегодня, они считают, что я, может, не доплатил где-то пару копеек, а где-то есть что-то, что можно взять, где-то что-то, что можно заправить в тот трактор, и это можно взять, и люди себе могут это как-то оправдывать где-то. И также, меня, может быть, это не касается, кого-то, может, это и касается, но это также не должно в нашей жизни присутствовать, что сказал напрямую Христос. Не кради. Не лжесвидетельствуй. Я думаю, также несложная заповедь. Никто из нас не пойдет в суд или где-то еще, или перед кем-то лжесвидетельствовать, зная заведомо, что это ложь, но ее поддерживать. Но в те времена было это. И видно, это было основательно в каких-то моментах, в каких-то тех судах того времени, что присутствовало это. Христос сказал, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать. Мы это также знаем с детства. И последняя заповедь, которой Христос говорит, и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Ну, здесь уже, братья и сестры, немножко посложнее. Как возлюбить ближнего, как самого себя? Потому что мы можем любить, как говорят, я люблю весь мир, я всех люблю, я готов всех обнять. Но однако, когда касается тонких вопросов, когда рядом мой ближний, то почему-то еще как-то родственников я могу вмещать за какие-то ошибки, каких-то друзей я еще могу прощать. А вот возлюбить ближнего, человека, который совершенно может быть немножко и подальше, и именно его возлюбить, это также очень важно. И можно сказать, это вторая заповедь. Возлюби ближнего. Если мы возлюбим ближнего, то я думаю, само собой отпадет заповедь «Не убивай», потому что если ты человека любишь, и мыслей таких не будет, потому что если какие-то убийства и происходят, они происходят по ненависти, по злости, по распрям. И если мы возлюбим ближнего, я думаю, что намного, намного все будет проще. И юноша опечалился, ушел. Не сказано, что он не получил спасения, или как-то его Христос, может быть, отверг или осудил. Ему Христос сказал, если хочешь быть совершенным. Совершенным. Что такое совершенно? Да, может, он остался несовершенным, однако мы не находим в местах Священного Писания, что с ним было дальше. Я думаю, что он был спасен, потому что человек, который с детства, можно с юности исполнил все заповеди, знал, что такое Господь. Я думаю, обдумал какие-то моменты своей жизни. И тем более, встретившись со Христом, я думаю, что он обрел спасение. Еще одно место хочу зачитать. Это от Марка в последней главе также. Нет, Марка. От Марка, значит, восьмая глава. И какая польза, восьмая глава, тридцать шестой стих. И какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? То есть, какая польза, чего бы мы не достигали, как бы мы не работали, мы стараемся чего-то достичь, что-то сделать на земле, как и в плотской сфере, как в работе, так и в духовном что-то. Мы что-то стараемся достичь. Христос образом сказал, какая польза? Даже если весь мир к твоим ногам пойдет, ты все достигнешь, душе своей повредишь, пользы нет. За душу выкуп не дашь, за деньги не купишь. В чем отличие вообще, можно сказать, всего мировоззрения на земле, потому что, можно сказать, все продается, все покупается, пусть не за деньги, но тогда за очень большие деньги. Но Христос говорит, без толку, если только думаешь о земном, о земной жизни, о земном царстве, и вкладываешь только сюда, здесь царствовать и придется. И в какое царство мы вкладываем, в земное или в духовное, в этом царстве, братья и сестры, я думаю, вы все знаете, мы все в этом уверены, что в этом царстве мы и будем. Еще одно место, последнее, хочу зачитать, это Марка, последняя глава, 15-16 стих, слова Христа, обращенные к ученикам. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Самый главный момент того, что Христос сказал ученикам, идите и проповедуйте. Что можно во всем этом ответить? Первое, что для нас, это, конечно, первая заповедь возлюбия Господа, это верность Господу, самое важное для христианина. Второе, может быть, это как вторая заповедь, я зачитывал возлюби ближнего твоего, то есть это быть полезным, можно сказать, для ближнего, для церкви, для братьев и сестер. И третье, что я отметил, это быть полезным для Царства Божьего. Можно подумать или задуматься, полезен ли я сегодня церкви, ближнему, насколько я полезен церкви, какая моя польза? Я прихожу в служение, может быть, просиживаю место, протираю краску под скамейкой, и на этом моя польза для церкви закончена, либо я делаю что-то для церкви, для ближнего, намного большее. Мы приходим в служение, в собрание, это правильно и нужно делать, но каждый из нас должен думать, как я полезен здесь, по месту, в церкви. И основная мысль, которая должна иногда у нас проходить через нашу голову, насколько и как я полезен в Царстве Божьем, находясь на земле. Насколько я полезен? То, что мы делаем, то, что мы собираемся, поем, проповедуем, это, конечно, хорошо, это прекрасно, должно быть, я уже сказал, но все же каждый из нас лично для себя должен определить в своем сердце первое, моя польза для церкви, второе, моя польза для Царствия Божьего, находясь на земле. Я думаю, что вы дадите ответы на эти вопросы в своем сердце, если будете честными, и, говоря о всем этом, мне хочется поблагодарить вас как церковь, я приходил, я уже говорю, в январе месяце, просил вас о нужде, мы ехали с братьями, с командой в Африку, я просил вас, чтобы вы участвовали именно в проповеди Евангелия, в распространении Царства на земле. Ваша церковь, как никто, в этом поучаствовала, я передаю благодарность от тех церквей страны Буркино-Фасо, от некоторых пастырей, некоторых людей, нуждающихся лично, которые передавали всем людям, и вы помните об этом и знаете, что каждый рубль, каждая копейка, которую вы положили в сокровищницу, она дошла до нужного адресата, потому что все, что собрано людьми, это не идет ни в какие расходы, все расходы мы берем на себя, каждый за себя покрывает расходы, все, что пожертвовано людьми, оно довозится именно до нуждающихся. Я немножко хочу, может быть, рассказать об этом, как бы отчитаться, чтобы вы знали, потому что я думаю, что я не последний раз к вам прихожу, что планируется поездка в Янаре в феврале, но неизвестно, как, что сложится в этом мире, вы все видите, все знаете, что происходит. У нас происходит все грустно и тяжело, а там это в трижды, а то и в четырежды цены на продукты и все остальное, это вот сейчас нам братья оттуда пишут, и насколько наша поездка была своевременно и благословенно, что это действительно виделось, что в этом участвовал Господь. Мы еще успели это до 24 февраля, до войны, которая развязана у наших соседей. Мы еще летели над Украиной, это был небольшой перелет. Вот, заехали туда, а там там уже не сказать, что война, но был переворот власти, аэропорт был закрыт, как раз перед нашим прилетом за день открыли его. Нас встретили братья там, все вооруженные, все на джипах, власть перевернута, власть захватили военные, мы при этом присутствовали. Но более того, что большие города, они охраняются, стоят блокпосты, стоят пулеметные вышки, и в принципе все большие города туда, вот эти вот ИГИЛ, вот эти все террористы, они просто боятся туда лезть, потому что встретят отпор. Все деревни, которые находятся, особенно на севере, на севере Буркино-Фасо, это граница Смоли, где идет революция, вот Смоли нападают такие беглые, можно сказать, бандиты, которые нападают на наши церкви, потому что практически в каждой большой деревне есть глиняная церковь, в которой идет служение, в которой собираются люди, мы посещали, ездили, этот раз нас на север не пускали, потому что военная обстановка, но как-то было время, что мы там были на этом севере, были в этих церквях, пробивали там скважины, давали воду, мы все это видели, этот раз все эти братья, пастыря, приехали к нам в гости, можно сказать, в столицу, это 300 километров, и мы, чтобы не покупать там продукты, рис, мы им просто финансов считали, сколько это обходится, делегации вручали эти финансы, они ехали туда к себе на север, и уже там покупали эти продукты, фактически раздали беженцам, именно беженцам, то есть по деревням начали преследовать христиан, просто нападают на деревню, христианин, пах, нету, христианин, мусульманин не трогают, разорили несколько церквей, убили одного из пастырей, который был, можно сказать, у нас на поддержке, вот, и вот эти все деревенские церкви, которые в округе, они все начали бежать в крупные города, на самом севере есть такой город Дори, вот, со всей округи сбежались наши братья-христиане, организовалось около пяти церквей, по 200, по 300 человек, это люди, которые кинули свои дома, которые кинули свои какие-то грядки за дело, кинули своих животных и просто прибежали в большой город, чтобы просто быть под охраной, чтобы не быть убитым, и для этих церквей пришлось помогать вот этим беженцам с пропитанием, где-то с постройкой чего-то, с постройкой здания, с забором, я здесь пометил себе это, раздали более 21 тонны, быть точным, 21 тонну, 250 килограмм риса, это раздали беженцам, разовую помощь дали 72 пастырям, собрали конференцию всего северного региона, всех пастырей, вот, ну, целый день с ними общались, разговаривали там, наши братья, некоторые проповедовали, и раздали им разовую помощь, 72 пастыря, взяли на ежемесячную поддержку вот эту семью погибшего пастыря, малые дети, то есть взяли на поддержку на ближайший год, разовую помощь оказали 50 вдов, оказали разовую помощь, и около 50 семей оказали тоже разовую помощь именно нуждающимся, которые на севере, за которые подходили и пастыря просили, что действительно беда, действительно люди просто голодают. Оплатили, там же на севере, оплатили подвод воды к одной из церквей, потому что они просили скважину, но когда все это просчитали, водопровод недалеко проходит, дешевле подвезти воду, чем пробить новую скважину, ее оборудовать, потому что это также затратно, поэтому оплатили им, чтобы они подвели на территорию церкви воду, чтобы были с водичкой всех, кто там пребывает, потому что вода, если так брать, на скважинах, она платная. Оплатили строительство одного здания, просили тоже церковь, ну какое там здание, там это глиняные вот эти блоки, не такие дорогие, здания строят сами, единственное, что самая дорогая это крыша, там где-то по тысяче долларов стоит кровля. Вот это все оплатили кровлю им, здания, расходы, чтобы они смогли от ветра, от солнца, от всего спрятаться. Купили два мотоцикла пастырям, которые там в северном регионе обслуживают очень много церквей, там у одного спрашивали, у него 120 церквей, то есть это очень большая страна, 120 маленьких церквей, которые он обслуживает. Вот одному из них купили мотоцикл, второму купили и частично оплатили в одной церкви, просили помочь с постройкой стены вокруг молитвенного дома, потому что строится дом, мало ли того, что молитвенный дом построен, надо стену городить теми же блоками, чтобы не лезли какие-то животные, кто-то не бежал, не ехал, потому что высокий забор строится, в основном на забор ложится, можно сказать, свежий раствор, бьется стекло, бутылки, все это бьется, и стеклом укладывается вверх, торчащим стеклом, так, чтобы перелезть ее невозможно было, и большие ворота, которые закрываются. Вот это все, что мы могли сделать, и это, как я уже сказал, благодарность также вам, каждому из вас, кто в этом участвовал, в этом есть такая же возможность, и сейчас поучаствовать в распространении Евангелия, мы слышали сестру Лену, где она несет труд, и довольно-таки давно, и мы были там где-то или пять, или шесть лет назад, я уже не помню, какой-то год был, были в Непале, это были детки 10-11 лет, а сейчас это уже юноши, которым 16-17 лет, важно, чтобы они остались при церкви, чтобы им дать какую-то работу, чтобы они не уехали к родственникам, потому что если они уехали к родственникам, нет работы, они разъедутся, и больше они не вернутся, есть такая мечта, или такой план, чтобы как-то организовать такой небольшой миссионерский центр, чтобы вот этих юношей довести уже до совершеннолетия, им там еще осталось по пару лет школы закончить, какой-то маленький кофейню открытия или бизнес, чтобы они как-то держались там возле этой церкви, и чтобы это все осталось, чтобы наш труд, который больше десяти лет сестра Лена проводит, чтобы эти люди остались там, они стали молодыми мужьями, и уже без нас, без нашей помощи, они просто понесли Евангелие по Непалу, вот такое желание, поэтому я думаю, что брат пастырь еще объявит, какие планы, что братья решили, но вот это что я хотел вам рассказать о том, что было сделано зимой, что сейчас делаются, планы еще есть, будем молиться, если в планах господних, я всегда, когда молюсь за Африку или за Азию молюсь, я всегда молюсь, потому что знаю, что люди сегодня реально голодают, я молюсь о том, чтобы Господь пошли твоих людей, они везде есть, твои люди, которые они могут дать, которые могут завести, которые могут накормить и которые могут рассказать о Господе о спасении. Вы также молитесь о таких людях, чтобы их Господь находил в разных странах, в тех местах, что есть там люди, с которыми встречались, которые с других стран с нами встречаются, которые также несут Слово Божие, несут питание, помогают церквям, и дело Божие, оно распространяется, потому что я уже говорил, мы читаем, что и будет проповедана Евангелие во всей земле, и оно должно быть проповедано. Давайте, насколько возможно, мы все примем в этом участие, чтобы мы не остались ни у дел, и я думаю, что когда мы придем в небесное царство, то мы будем уверены, что мы своей душе не повредили, что мы работали не только на земное царство, а мы работали просто ради того, чтобы жить, а царство небесное мы для себя выстраивали там. Пусть вас Господь всех благословит, Ему пусть будет слава. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok